Я представляю нашего первого героя. Это Карина Осипова, Лероа Мерлен. И она нам поведает о судьбе Суслика на Куликовом поле. Спасибо, Анна. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Свой первый класс я помню в картинках. В картинках у меня в голове. Вот более осознанный возраст. У меня уже видеозаписи в голове. Я помню процесс, я помню, как это было. А когда меня перевели в первый класс, у меня, знаете, такие, как фотографии в голове. И на всех фотографиях одно и то же. Ноги и основание колонн. У нас в школе были колонны, ну, как у многих, я думаю. Почему? Потому что я была маленького роста. Ну, я и сейчас не очень большая. Ну, вот представьте, семилетний ребенок, который смотрит вот так. И все, что я вижу, я вижу ноги старшеклассников, не знаю, родителей, учителей, которые ходят. Я вижу колонну. Я не знаю, почему я не додумывалась или боялась поднять глаза, как-то осмотреться. И вот я помню свое чувство. Я стою в эпицентре, вокруг меня что-то происходит, все бегают. Я вообще не понимаю, где я оказалась, что, зачем. И я чувствовала себя как раз как суслик на куликовом поле, который понимает, что что-то происходит, а что понять не может. Почему я это сейчас говорю? Потому что, к сожалению, очень часто сотрудники у нас в компаниях чувствуют себя ровно так же. Понимают, что что-то происходит, компания куда-то бежит, какие-то цели, стратегия. А что конкретно, какая его роль в этом, он вот не знает. И это как раз задача внутренних коммуникаций, ему это объяснить. Сегодня мы говорим про смыслы, мы говорим про территорию смыслов. Вот как раз роль внутренних коммуникаций вот в этом смысле. И смысл здесь состоит из двух частей. Первое — это донести понимание «что», то есть ответить на вопрос «что за стратегия?», «что за цели?», «что за результаты?», «что за цифры?». А дальше поверх этого нарастить уже смысл. Ответить на вопрос «зачем?», рассказать «какая миссия?», «почему у нас такая стратегия?», «почему у нас такие цели?», «почему перед нами такие задачи?» «И почему мы должны сейчас все скопом бежать вот в этом направлении?» Когда я говорю про смыслы, про миссию, что я имею в виду? Я приведу пример небольшой притчи, которую очень любят у нас в компании. У нас, когда я приезжаю коллегам во Францию, они уверены, что это французская притча. У нас я как-то слышала, что это русская притча. В общем, притча. Представьте, Средневековье, Европа, идет путник и видит трех каменщиков. Какая-то стройка большая и три каменщика. Все три каменщика занимаются ровно одним и тем же. Стоят и долбят по камню. Он подходит к первому каменщику и спрашивает, а что ты делаешь? Он говорит, ну ты не видишь, я долблю по камню, я делаю кирпичи, за это мне деньги платят, я семью кормлю. Ну окей, понятно. Подходит ко второму каменщику, который делает ровно то же самое. Говорит, а что ты делаешь? Он говорит, ой, а я выдалбливаю кирпичи и возвожу стену. Вот мне нужно из этих кирпичей вот такую стену построить. Он подходит к третьему каменщику, говорит, а что ты делаешь? Он говорит, а я возвожу храм на будущее. Я вот сейчас выдалбливаю из камня кирпич, потом я буду одну стену уложу, потом рядом вторую, третью. И вместе с другими каменщиками мы постепенно построим храм. И в будущем меня будут вспоминать, возможно, потомки, как одного из строителей этого храма. То есть если это все перекладывать на предыдущую историю, которую я рассказывала, то первый каменщик прям был классический типичный суслик, который занимается своим, он здесь стоит, я не знаю, ест, что там вокруг происходит, стройка, не стройка, да все равно. Он делает свое, он работает у себя в отделе, и он дальше ничего не видит. Второй каменщик, он был чуть лучше, чем я в первом классе, он хотя бы чуть-чуть голову поднимал, оглядывался, смотрел, что происходит, зачем это происходит. Он хотя бы уже дошел до того уровня, что он понимал, что мы возводим стену. Самый идеальный в данном случае каменщик, это третий. Это как раз тот, кто сусликом не является. Человек, который понимает не только, что он делает, он понимает, зачем он это делает, он понимает свою миссию глобально. И вот идеальная цель, идеальная задача внутренних коммуникаций в том, чтобы в компаниях не было сусликов, в том, чтобы в компаниях было больше людей, вот как вот этот третий каменщик. Но есть парадокс. Иногда сами внутренние коммуникации выступают такими сусликами. Они могут даже понимать, что происходит, но они не всегда понимают какой-то результат своих действий. Я часто бываю на конференциях, я слушаю про очень крутые проекты, очень амбициозные проекты, очень креативные проекты коммуникации. Но далеко не все способны померить, а какой рои, а какой эффект, какая добавочная стоимость. А то иногда, знаете, как в шутке про стрижку свиней. В визгу много, шерсти мало. Сделали вот так вот. Какой выхлоп? Непонятно. Но Вася из соседнего отдела сказал, что было круто. И мы очень часто полагаемся на мнение Вася из соседнего отдела, который сказал, что было круто. Вася врать не будет. Но на самом деле, чтобы самим не быть такими сусликами и понимать, какой канал коммуникации отрабатывает лучше, какой отрабатывает хуже, какая коммуникация была сделана лучше, какая хуже. Нужно уметь мерить. И это должно идти дальше, чем Вася сказал. Это должно идти дальше, чем у нас в интернете, в интернете в день пять тысяч посещений. Ну и что пять тысяч? Даже если вы знаете, что вашу какую-то конкретную новость просмотрело пять, семь, десять тысяч человек, это не означает, что они это поняли. И мы с недавнего времени стали задумываться в компании о том, что вот нам не нравится быть такими сусликами, что мы все-таки хотим мерить все свои действия, мерить коммуникации, которые мы делаем. И вот относительно недавнего времени мы запустили инструмент, у нас у всех сотрудников есть корпоративные телефоны, и мы отправляем на эти телефоны пуш-уведомления, которые нам позволяют через определенное приложение мерить, поняли или не поняли. То есть мы задаем вопросы именно про смыслы. Мы не спрашиваем, а видели ли вы коммуникацию. Понятно, что и те, кто видел, и те, кто не видел, все скажут, видели. Гениальная коммуникация, вообще прекрасная идея. Мы задаем вопросы по содержанию. А что такое, я не знаю, например, лонгтейл, если мы рассказывали про лонгтейл в прошлом месяце. И дальше мы даем несколько очень близких по содержанию варианта ответа. И либо вы реально читали и поняли, и вы отвечаете, либо вы не знаете, и вы ставите там, либо не знаю, либо какой-то выбираете вариант ответа, который вам плюс-минус кажется адекватным. И это нам тоже позволяет мерить и понимать, в том направлении движемся или нет, как мы отрабатываем, как мы что-то делаем. Поэтому мое пожелание вам сегодня, чтобы у вас было меньше сусликов, чтобы у вас было больше каменщиков, таких, как из моей истории. И просто задумайтесь, какой процент сусликов у вас в компании. Спасибо. Коллеги, буквально несколько вопросов, если они есть. Есть вопросы? Или будете пытать Карину после мероприятия? Ясно. Вопросов нет. Карина. Можно у меня вот объявление по поводу того... Ой, да-да-да-да-да. У нас же был конкурс. У нас гадал человек и получил билет сюда. Должен был угадать, что же значит суслик на Куликовом поле. И победитель у нас есть. Сейчас он, наверное, встанет. Победитель. Там девушка была Нина. Да, Нина. Проходите. Мы рады вас поздравить за гениальную догадку. Это единственный человек, который догадался, что делает суслик на Куликовом поле. Небольшой сувенир от нашей компании, от меня лично. Это шоколад, это можно есть. Я подумала, что это напоминает и о компании. Будет приятное воспоминание, сладкое воспоминание потом. Спасибо вам. Ну что же, Карина, спасибо.